Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз. На Vodkit.ru решай только твоя интуиция. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. А перед тем, как мы начнем смотреть это обалденнейшее сражение, я вам скажу, что в каждом видео мы разыгрываем от 100 до 10 тысяч золота. И чтобы стать победителем, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой ник в комментариях. А кстати, победитель из прошлого выпуска на экране. А мы начинаем. Уже очень давно я играю в World of Tanks. Но чтобы выходили из такой кромешной жопы, в которую попадет наш герой, я, если честно, парни, не видел. Такое сражение бывает один раз на сотни, а может даже миллионы боев. Поэтому обязательно посмотрите и, возможно, я советую вам даже пересмотреть это несколько раз, потому что в некоторых моментах было колоссальное везение, колоссальный скилл какой-то. Я такого крутого боя, если честно, еще никогда не видел. Давайте смотреть вместе. С самой первой секунды счет уже 0-1. И мы сейчас неминуемо будем наблюдать картину, как он скатывается и скатывается с каждой секундой данного сражения. Посмотрите, наш герой выезжает, начинает вроде настреливать дамаг. Делает для своей команды все абсолютно правильно. То есть в первых секунд у него получается наносить урон. Но союзники почему-то решают сливаться. Первый же Ракован Апельсиновый отправляется в ангар. Кстати, мы можем заметить, что наш герой довольно-таки неплохой бирюзовый статист. Конечно, не фиолетовый, но все же счет уже 0-2. Мы приехали на стандартную позицию для легких танков. Начинаем тут тягаться с теми танчиками, которые подтянулись к нам. Вот, например, первый Леопард отправляется в ангар. Счет 1-2 и, казалось бы, 1-3. Казалось бы, не такой турбослив. Уже все-таки практически 2 минуты прошло. Но сейчас будет твориться что-то поистине невозможное. Вываливаемся чуть-чуть дальше. Тут должен быть где-то Т-67. Он уже уехал. Он понял, что зеленка его команда бросила. Но наша команда ее тоже практически полностью бросила. Все сражения и все баталии идут сейчас в городе. Посмотрите, один за одним танки в городе союзные начинают погибать. Сейчас секунды на секунду отправится в ангар Т-34-85. Сейчас бы счет, казалось, 2-3, 2-4. В принципе, ничего не ведет к турбосливу. Однако, то, что вы сейчас начнете видеть, поразило и меня, и других людей, которые уже посмотрели этот бой. По центру в наглую катятся сейчас танки врага. Е-25, КВ-1, Т-71. Один за одним сейчас умирают союзники. КВ-85 под обстрелом Т-34 уже с секунды на секунду уйдет в ангар. Т-25 пополам тоже находится сейчас под обстрелом ОИ. И никаких шансов у них нет. Счет 3-6. Все движется к поражению. С каждой секундой погибают союзники. Но наш герой успешно пользуется этим и накидывает дамаг по оставшимся врагам. Кстати, по очкам прочности, можете заметить, пока что не сильно уж и выигрывают противники. Однако, по стволам очень и очень сильно выигрывают. 3-9 уже счет. Остается всего 5 союзников помимо нас и огромное количество врагов. Сейчас все погибнут, как вы уже поняли, из названия данного сражения. Все оставшиеся союзники должны отправиться в ангар, чтобы наш герой получил, казалось бы, неразрешимую задачу, которую просто невозможно выполнить. Однако, смотрим, что он будет с этим всем делать. В городе уже практически никого нет. Счет 5-10. Наглый Т-71 уже прется просто за арту и прется на зеленку. Остается сейчас только арта и ПЗ-H. ПЗ-H на базе врага. Арту забирают. Сейчас ситуация 2 против 10. И сейчас остался только ПЗ-4H на базе врага. Ну что ж, хитпоинты у нас есть. И осталось всего лишь, всего лишь грамотно разрешить эту ситуацию. Но не каждый просто сможет ориентироваться в этом. Посмотрите, выкатывается. КВ-2 даем по нему дамаг. И мы в одиночку против 10 танков. Против 10. Но это, парни, не конец боя. Давайте смотреть, что вытворяет этот герой. Выезжает КВ-1. Заряжаем бронебойный из первого снаряда. Отправляем КВ-1 в ангар. Секунду на секунду у нас уже закончатся бронебойные снаряды. Несмотря на это, наш герой до последнего ими стреляет. Получаем дамаг от ВК-30-01П. Т-71 выкатывается над нас. И уже просто в наглую нам дает две плюхи. Просто в наглую. Добиваем Т-71. Он, наверное, не думал, что он способен здесь что-то испортить своей смертью. Начинается захват базы. Заезжает первый танк на захват. Секунду на секунду. Я думаю, подтянутся еще танки. Видим ОИ, есть возможность под нему откидаться. Он для нас не шотный. Уже осталась одна голда. Осталась одна голда. Бронебойные снаряды заходили успешно. А вот с голдовыми уже так легко не получается. Прокидываем в башню ОИ. И тут же на нас выкатывается наглая ПТ-шка. Тараном дает дамаг. И нам нужно срочно убивать ее. По ДПМу получается это сделать. Два танка на захвате. Добиваем, разворачиваемся. Добиваем Т-67. Понимаем, что захват тикает. И нужно ехать сбивать захват. Я не понимаю, как руки не дрожали. Как он просто не бросил мышку. Она не вспотела до такого ужаса, что он не смог ее держать. Но наш герой едет на захват. Остается считанные секунды. Просто свертухи. Кидаем в гусеницу ВК-шки. Не пробиваем, но сбиваем захват. Разворачиваемся. Забираем КВ-1. Каким-то чудом эти парни, эти враги не попали по нам. Еще остается ОИ. И он, кстати, зеленый, вы можете видеть. Две арты, которые еще даже не светились. И ВК, который продолжает захват. Очков в прочности не так много у нашего героя. А насколько мы знаем, ВК, который мы захватили, и ОИ пробить не так уж и просто. Да еще и арта заберет нас с одной плюхи. Смотрим, что будет дальше происходить в этом просто офигенном бою. Даем ПВК, взамен получаем от него. И уже мы шотные. Абсолютно для любого танка. Сейчас нужно просто филигранно действовать нашему герою. На свои очки прочности уже полагаться не приходится. Проезжаем дальше, видим впереди нас ОИ, с вертухи накидываем по нему. И нужно добивать ВК на захвате, потому что хоть он там и один, но если сейчас подтянется и спрячется за него артиллерия, захват базы пойдет намного быстрее. А нам нельзя этого допускать, потому что у нас крайне-крайне мало очков прочности. Летят, летят фугасы от арты, просто на каждом сантиметре приземляются. Это замечаем, замечаем Бишопа рядом с нами, светит он нас или нет. Нужно сейчас дать первый дамаг по Бишопу, но УВНы не позволяют. Наш герой проезжает дальше, потому что понимает, что уже больше половины захвата прошло. И нельзя терять времени, нужно подсвечивать ВК, который сейчас ждет его с другой стороны. Сводимся в ВК, однако печальное непробитие и танк уже ВК замечает, где мы. Но, к сожалению для него и к счастью для нас, он просто не попадает. А представьте, парни, что бы было, если он сейчас попал, этот бой бы просто сломался на таком вот моменте. Но сможет ли этот герой затащить, узнаем мы прямо сейчас, потому что до захвата базы остается 20 секунд. Делает он обманный маневр. Кстати, можете перемотать и еще раз посмотреть, что он сейчас сделал. Это очень грамотно и практически всегда действует. ВК ждет его с другой стороны. Откидываемся по ВК. Замечаем, что мы уже в подсвете как и для захватчика, так и для арты. И сейчас нужно добирать тот танк, который стоит на захвате базы. Потому что захват все еще продолжается, хоть мы его избили. Видим Бишопа. Бишоп сводится на нас, даем первый дамаг. И сейчас арта вполне может откидаться по нам. Однако она, видимо, не знает, где мы находимся. Потому что не такой большой обзор у Бишопа выезжает ВК. Выезжает ВК. Нужно добивать, нужно добивать. Для этого аккумулятив не получается. Засвечиваемся для ВК. И сейчас можно с секунды на секунду получить. Ё-моё, что происходит? Опять не попадает по нам немец. И мы все-таки на Верочку его забираем. Как же этому парню фартит? Остается две артиллерии. Остается сейчас две артиллерии. И я не знаю, что он будет с ними делать. Впереди Бишоп, которого нужно реально забирать. Нужно забирать сейчас с вертухи Бишопа. И у нас еще есть и С-51. Твою мать. Что же он будет делать? Потому что я не знаю, где С-51. Почему она вообще еще не приехала и не убила один на один нашего Камикадзе на ЛТ. Что происходит? Я просто не понимаю вообще, почему они все не взяли, не упоролись на него. Да просто не затолкали этого легкого танка. Что эти враги делают, парни? Я просто не знаю. Но сейчас ему нужно разбираться с Бишопом. Старается крайне грамотно действовать наш герой. Потому что вроде бы еще есть время. Очень было бы обидно сейчас получить шальную плюху от арты. И на этом это сражение самое закончить. Но ничего, смотрим, что происходит дальше. Едет в сторону Бишопа. В сторону, где светился этот самый маленький артоводик. Здесь его нет. И сейчас бой превращается опять в лотерею. Непонятно, как мы застанем Бишопа. Выезжаем. К счастью, к счастью для нас он отвернут. Осталось найти С-51. Загадка не из легких. Фуловая С-51. На которую мы должны тратить вроде бы даже три выстрела. Даже три парня. С двух будет крайне сложно забрать. Ну, посмотрим, что сейчас будет происходить. Потому что фуловая, абсолютно фуловая С-51. С альфой средней около 160-150 хп. А у Бишопа 350. Три выстрела, парни. Это три выстрела. За это время арта может спокойно к нам повернуться. И спокойно нейтрализовать самого нашего героя. Самого такого крутого игрока, наверное. Которого я видел в последнее время. Ну, не знаю. Может, просто ему настолько везет в этом сражении. Это какое-то чудо. В World of Tanks происходит. Все-таки чудеса в нашей игре тоже должны происходить. Вот именно ради таких сражений я играю, мать его, в эту чертову игру. Смотрим, что происходит. Едет он дальше. Засвечивается арта. Засвечивается арта. Сейчас она пытается уехать. Даем один дамаг. Даем один дамаг. Арта скрывается. Скрывается арта. И почему она... Она начинает поворачиваться на нас. Взрыв БК. С двух выстрелов. С двух выстрелов. Немножко я не угадал. Но должно же провести нашему герою. Небольшой фейерверк из С-51. Результаты перед вами. Ставьте лайки. А я говорю вам пока-пока.